Это программа День города. Здравствуйте! В студии Дина Исляева. В начале главные темы выпуска. Затянувшийся ремонт. Жители дома на Медицинской улице уже 4 месяца ждут, когда им покроют крышу. Ремонт дорог и фасадов, несмотря на погодные условия, как благоустраивают Рязань зимой. Выбили стекла, отпилили двери, сняли крышу. Сотрудники МЧС показали студентам РИАС ГМУ, как спасают попавших в ДТП. Ремонт крыши затянулся до декабря. В квартире жителей дома номер 14 по улице Медицинской течет вода, когда идет снег. Из-за этого потолки идут трещинами и с них сыпется штукатурка. Когда работы завершатся неизвестно, подрядчик уверяет проблемы в нехватке стройматериалов. Вот он, видите, отрывается и все оттуда вытекает. А если попадет туда? Вот ночью ужас как текло. На улице идет снег, в квартире дождь. Надежда Тарасова только и занимается тем, что меняет тазики. Ремонт крыши в доме номер 14 по улице Медицинской начали в сентябре. Завезли доски, которые сейчас лежат под снегом, сняли старую кровлю, поменяли стропильную систему. На этом работы закончились. Нет железа. Обращались к ремонту, звонили. Все, подрядчик вчера пришел вокруг, обошел и ушел. Ничего не делают. Уже месяц, наверное, не делают ничего. У всех течет. Вот у соседа обвалился потолок, у соседей треснул потолок. В том подъезде тоже течет. В подъезде у соседей хранятся санки, но еще чуть-чуть. И ездить на них можно будет чуть ли не в квартирах. Любая непогода для двухэтажки, построенной в 1954 году, заканчивается катастрофой. Буквально на днях мы посмотрели просто на потолок. Трещины стали здесь. Вот они больше стали. Ну, страшно. Вдруг что, обвалится? Дом весь в трещинах. На втором этаже сыреют стены. Несмотря на это, завершить работы подрядная организация не спешит. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Несмотря на это, для рязанцев предлагают с 1 января увеличить взносы на капремонт в полтора раза. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства. Согласно документу об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области, на 2019 год, увеличивается взнос с 8 рублей 2 копеек за 1 квадратный метр до 11 рублей 65 копеек. Пока проект проходит антикоррупционную экспертизу. Колодец у Рязанского Кремля, в который упала девочка, засыпали. Напомню, инцидент произошел 10 декабря. О нем написали в соцсетях жители, ставшие очевидцами происшествия. К счастью, ребенок не пострадал. Мария Рудай продолжит. По информации предоставленной администрации города, открытый люк в районе Кремлевского вала находится в ведении акционерного общества «Рязань-регионгаз». Об этом же свидетельствует табличка, находящаяся рядом. Несмотря на то, что происшествие стало нашумевшей историей, к моменту нашего приезда колодец не закрыли крышкой. Вот тот колодец, куда попал ребенок. Сейчас его засыпали снегом, сверху положили ветки, но вопрос там даже не в этом. На территории Кремлевского вала кататься с горки строго запрещено. Весной на территории будут проведены работы по благоустройству. К счастью, эта история закончилась благополучно. Но кто бы стал отвечать в противном случае? Этот вопрос далеко не риторический о том, что на территории Кремля нельзя кататься с горки, свидетельствуют информационные стенды. Кремль является охраняемой территорией и имеет историческую ценность. Несмотря на это, многие идут по протаренной тропинке и нарушают запрет. А между тем, любимое зимнее развлечение может стать причиной серьезных травм для детей и взрослых. В этот период года в травматологическое отделение часто поступают люди с переломами верхних и нижних конечностей, шеи и различных отделов позвоночника. Как можно это предупредить? Просто-напросто соблюдать технику безопасности. Крепко держаться за ватрушку, использовать очень качественный инвентарь. Во время отдыха это качественные лыжи, качественные крепления. Дабы избежать различных повреждений окроновительного аппарата и не попасть в больницу просто-напросто. Еще один способ избежать травм – кататься на санках и тюбах только в разрешенных местах. Например, совсем скоро в лесопарке появится большая горка для любителей подобных развлечений. Еще можно посетить Центральный парк культуры и отдыха Лысу Гору в Солочи или Семена Оленинская. Там все оборудовано для зимних видов спорта. В городе постоянно происходит авария за аварией. Тем более с ухудшением погодных условий количество ДТП продолжает увеличиваться. Поэтому для студентов медицинского университета и школьников провели научно-практическую конференцию, посвященную проблемам безопасности дорожного движения, притом с небывалым размахом. На ней побывал Валерий Седов. Машина попала в ДТП. Внутри два человека. У водителя травма ноги. Пассажир получил перелом руки. Сейчас главная задача – оказать помощь и как можно быстрее. Первым делом нужно отключить аккумулятор, чтобы не было возгорания от маленькой искорки. Следом машина проверяется на наличие газового баллона. И только после этого сотрудники МЧС начинают извлекать пострадавших. Из-за аварии двери машины заблокированы, поэтому стекло нужно разбить. В машину проникает сотрудник МЧС. Он оказывает первую помощь. И до конца спасательной операции он будет находиться вместе с пострадавшими. Пока вокруг бьются стекла, режутся двери и крошится крыша, сотрудник будет рядом. Разговаривать с девушками и пытаться их успокоить – так всегда действует и в жизни. Алгоритмами отличается и сегодня – на практическом занятии. У нас сегодня межрегиональная научная практическая конференция, посвященная проблемам безопасности дорожного движения и оказанию медицинской помощи при ДТП. И оно включает в себя несколько частей. И первая часть – это практическая часть, в которой мы сейчас демонстрируем навыки извлечения пострадавших из автомобиля поврежденного и оказание медицинской помощи на месте происшествия. Рязанский медицинский университет проводит такую конференцию в третий раз, но с подобным размахом – впервые. При содействии сотрудников ГИБДД и МЧС удалось показать гостям реальную работу каждой службы. А девушкам, которые играют пострадавших, ощутить все на себе. Для практики в целом оно полезно, потому что каждый из нас может оказаться в такой ситуации. И, соответственно, они уже представление имеют, какие действия должны проводиться и как себя вести в таких ситуациях. После профессиональных действий сотрудников МЧС всем присутствующим показали другую картину. Машина наехала на препятствие. Из помощников только люди вокруг. Какую помощь они могут оказать, что сделать и в какой последовательности. Обыграли все аспекты – сложная травма, истерика от шока у водителей и так далее. И все это только часть программы конференции. Дальше со школьниками провели интерактивные занятия по оказанию первой медицинской помощи. Затем заседание, на котором были заслушаны доклады. Вероятно, после конференции, которую медицинский университет провел в необычном формате, приобретенные знания все участники запомнят надолго. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Очередные кадровые перестановки произошли в региональном правительстве. Анна Рослякова стала заместителем Николая Любимова. Напомним, с января 2018 года она занимала должность министра по делам территории и информационной политики. Место зампреда освободилось в ноябре после ухода Сергея Филимонова в Рязанскую контрольно-счетную палату. Временно исполняющим обязанности министра по делам территории и информационной политики Рязанской области станет Иван Ушаков, пишет агентство «Медиа Рязань» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дениса Арапова. Двор жилого дома превратился в проезжую часть. Из-за ремонта водопровода на улице Станка-Заводской перекрыли участок дороги. Водители, чтобы не ездить вокруг, сокращают путь, пугая жителей, которые вынуждены порой залезать в сугробы, чтобы не попасть под колеса. Мы выяснили, когда закончится проблемный ремонт. Поход в школу, детский сад или магазин для жителей домов 1,5,6 и 8 по улице Станка-Заводской превращается в приключение. Из-за ремонта водопровода перекрыли дорогу, и все машины теперь объезжают этот участок через двор. Скорость бывает приличная. Отправительные. Мешают люди. Ремонт начался в декабре. Менять будут всю ветку. Это лишь небольшой участок. Проезжую часть не вскрывали. Просто вставили пластиковую трубу в старую, пришедшую в негодность. Движение перекрыли, чтобы автолюбители не мешали ремонтникам, рассказывает мастер подрядной организации «Рязань-подземстрой». Просто как бы общались с водоканальцами. Вот этот участок. Здесь укладывалась экспериментальная труба. Не чистый чугун, а чугун с металлом со стали. То есть труба мягче, но она оказалась больше вержанной коррозии. Но это давно, наверное, было, да? Да, это было давно. Есть другие варианты объезда этого участка. Но автолюбители выбирают именно путь через двор, потому что он короче. Вначале вообще ездили по тротуару. Сейчас его перекрыли блоками. Нас слезно попросили перекрыть. Там блок поставили, то есть как бы движение остановили. Но они все поехали через двор. То есть лень людям объезжать там через соседнюю улицу. Неудобства кончатся буквально на днях, обещают рабочие. Ремонт фактически завершен. И скоро этот участок будет снова открыт для проезда. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Вопреки погодным условиям, в этом году жители Рязани все чаще выкладывают в интернет фото и видео того, как благоустраивают город. Работы нужные, но чаще всего проходят не тогда, когда их ждут. Фасады, ремонт дорог, даже высадка цветов. Список можно продолжить. Почти середина декабря. Погода за окном, снег с дождем. На улице Электрозаводской идет ремонт дома. Фасад ремонтируем. А почему зимой? Это вопрос, а я с Ивладим. Мужчина, который согласился с нами побеседовать, бригадир. Он рассказал, что ремонт фасада заказали сами жильцы через управляющую компанию. Дом номер 70 по улице Электрозаводской построен в 58-м году, поэтому такие работы необходимы, считают местные жители. Покрасят стены и все. Зашпаклюют, покрасят и все. А продолжительность, как долго все это будет делаться? Ну вот эта часть, вон, 3-4 дня. А как давно начали? Месяц. Бригадир рассказал, что на качество работ погода никак не повлияет. Шпаклевку они добавляют в специальную смесь. Технологии не стыдят на месте. Гарантия на такую работу 5 лет. Вот только одного бригада не учла. При строительстве лесов пешеходную дорожку пришлось перекрыть. Поэтому люди идут буквально по проезжей части, рядом с автомобилями. У нас все время делают все не вовремя и не для людей. Мы ходим с ребенком регулярно по этому пешеходному переходу в школу. А для того, чтобы теперь перейти дорогу, нам придется обходить еще 10 дорог. Бригадир рассказал, что это временные трудности. Нужно только немного потерпеть. Строительные леса установят за один день, а после на них повесят сетку и ограждение уберут. А сотрудники бригады порой сами просят школьников переходить дорогу заранее, а не бросаться под колеса. Но такие работы, скорее, исключение из правил. А в остальном явления для горожан уже привычные. Чуть дождь или снег, как коммунальные или дорожные службы начинают свои работы. С чем это связано, понять сложно. Но происходит это из года в год. Замена крыш в межсезонье, капитальный ремонт теплотрасс. Все эти темы не раз поднимались в СМИ. А причины многим известны. Вот только о них напрямую не говорят. Думаю, что ненормально. Ну а почему вот их проводят, как вы считаете? Ну вы спросите у тех, кто проводит. Летом отдыхают, ездят на курорты. Потому что дороже. Зимой дороже. Это все развалится быстро. Правда, в 2018 году практика с укладкой асфальта уже оправдана. Росавтодор согласовал методические рекомендации, которые разрешают укладывать асфальт зимой. Только со своими оговорками. В частности, в рекомендациях говорится, что класть асфальт можно при соблюдении всех технологических процессов. При температуре до минус 10 градусов и при небольших осадках в виде дождя или снега. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем. К сожалению, документ носит исключительно рекомендательный характер. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Праздник вкуса и разнообразия. В Рязани с 6 по 16 декабря работает выставка продажа особенностей национальных вкусов. Специи, чаи, мед, мясные деликатесы и еще множество других продуктов, которые так полюбились рязанцев, можно приобрести в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. От Абхазии до Камчатки такова география привезенных в Рязань продуктов. Уникальные по своей рецептуре, способы производства и натуральному составу. Эти кулинарные произведения способны украсить как праздничный стол, так и будничное меню. Икра здесь высочайшего качества, как говорится, икринка к икринке. А рыба выловлена в чистейших камчатских водах – чавыча, кижуч, семга, белуга. Прежде чем купить все, можно попробовать. А добавить новые краски в, казалось бы, привычные блюда. Помогут специи. Более 40 видов уникальных и пикантных приправ, среди которых соль сванская и абхазская, гранат и меритинский шафран. И это далеко не все. Также мы привезли вам настоящие хмели-сунели. Купаж из 16 трав идет. Есть ореховая универсальная, ее можно везде добавлять. Холодной зимой о теплом летнем дне напомнит чай с ягодами и травами. Яркий, насыщенный аромат чая ручной сборки подарит истинные моменты наслаждения. Из 30 видов каждый найдет свой вкус. Это самый северный чай, который собирается в горах Большого Сочи. Купажирование мы проводим сами. Добавки все собираются тоже в горах. Все полезное, все вкусное. Не только вкусные ягоды, даже и цветочки, и травы. Чтобы чаепитие было еще более приятным, на выставке продажи можно приобрести вкуснейшую варенье и экологически чистый горный мед, собранный на высоте 800 метров над уровнем моря. Янтарный цвет сладкого лакомства, помимо гастрономического, подарит эстетическое удовольствие и укрепит здоровье. Пасеки наши находятся высоко в горах. Вот там нет ни заводов, ни автомобилей. Каштановый мед очень полезный для сердечно-сосудистой системы. Отдельное место занимает царица стола – аджика. Два вида аджики. Одна из них является редкостью в России не встретить такого в принципе. Также много видов соусов, растых. Михаил не в первый раз приехал познакомиться с особенностями национальных вкусов. Говорит, нравится ассортимент и качество. Признается, купил всего понемногу. Икру, сыр, специи. В супермаркете просто зачастую нет таких вещей, таких продуктов. Я бы не видел каких, например. Ну вот, выдержанных сыров таких, по крайней мере, не видел. Изюминкой выставки является то, что абсолютно все можно попробовать и принимать решение, полагаясь исключительно на собственный вкус. А в преддверии Нового года все деликатесы особенно просятся на праздничный стол. Орехи, сладости, мясные деликатесы, такие как суджук из оленины, баранины, телятины и конины. Оленина в красном вине, сыры и еще много других уникальных продуктов можно приобрести ежедневно. На выставке продажи «Особенности национальных вкусов», которая работает с 6 по 16 декабря в торговом центре «Премьер» на третьем этаже с 10 до 20 часов. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новый год все ближе. В Рязани откроются елочные базары по продаже елок, хвойного лапника и сосны. На территории города они будут работать с 15 по 31 декабря. По данным администрации Рязани на территории города определено 5 адресных ориентиров. Живые деревья можно будет приобрести у дома номер 37 по улице Высоковольтной, на улице Крупской около ЦНТИ, на Московском шоссе в районе дома номер 49, на улице Новоселов на площадке перед досуговым центром «Октябрь» и у дома номер 54 по улице Новоселов. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко, каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка», недалеко от Рязани, в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Субтитры создавал DimaTorzok